В Курчатовском суде продолжается рассмотрение уголовного дела соратника известного вора в законе Лоту Гули, которого недавно расстреляли в Турции. 50-летний Рахман Абдулаев обвиняется в вымогательстве и подстрекательстве к убийству. Как он был связан с известным авторитетом и что натворил на Южном Урале, расскажет наш корреспондент. Как сообщали правоохранители, подсудимый Рахман Абдулаев, который по некоторым данным был широко известен в узких кругах воров в законе, и вместе с Илданизом Багировым подозревается в серьезном преступлении. Судя по материалам дела, три года назад в одном из кафе Металлургического района они вымогали у призера Кубка мира по кикбоксингу 300 тысяч рублей. Как сообщает Урару, они специально не отвечали на звонки земляка, хотя тот планировал привести долг в срок. После чего они договорились встретиться в ресторане, но там заявили, что Джанеев им должен теперь еще 300 тысяч. Тот с условиями не согласился, и тогда Багиров набросился на него с ножом, но отправился в нокаут. Судя ранее судим, состоит на административном надзоре, который систематически нарушает. Неоднократно в 2018 году привлекался к административной ответственности. Как следует из материалов уголовного дела, такой урон своей авторитетности Абдулаев простить не смог. И по версии Сыловиков склонил Багирова убить Джанеева. Как считают сыщики, через неделю обвиняемый Ильданис Багиров подкараулил спортсмена во дворе его дома на улице Островского и выстрелил ему в голову из обреза. Потерпевший скончался в больнице. Тогда двор кикбоксера Рамиля Джанеева был буквально усыпан цветами. Позже подозреваемый в убийстве был объявлен в розыск. Задержали 25-летнего уроженца Азербайджана в Троицке. Криминальный авторитет Ильданис Багиров пытался скрыться от оперативников. Абдулаев высказывал требования в передаче денежных средств. То есть, по мнению потерпевшего, он скрывался от Абдулаева. То есть, попросил своего знакомого решить эту ситуацию. То есть, ну, не получилось решить. Второй обвиняемый Рахман Абдулаев после того, как убили кикбоксера, как считают оперативники, продолжил вымогать 300 тысяч, но уже у знакомого спортсмена. Задержали мужчину в Ленинском районе. Это оперативные кадры захвата. По версии следствия, 47-летний авторитет крышевал предпринимателей в Ленинском районе. Но, видимо, не все хотели платить. Учитывая тот факт, что подозреваемый в момент задержания находился под административным надзором, при этом возложенных на него обязанностей и ограничений не исполнял, следователь городского УМВД будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Позже, во время следствия, и вскрылось, что Абдулаев может быть причастен к убийству кикбоксера. Кстати, о вымогательстве ему вменяют и подстрекательство к убийству. Как пишет Урару, главным авторитетом для подозреваемого был Гули. По поручению вора в законе он курировал рынки на Урале, а часть денег направлял для Гули. Абдулаев знаменит жестоким нравом. В этом он равняется на Гули, который тоже все вопросы решал только силой. Более того, если бы Гули был жив, то решался бы вопрос о коронации Абдулаева. Только вот вора в законе недавно убили в Турции, стрелка задержали, им оказался один из приближенных к криминальному авторитету. А вот его убийство не исключено, что может дестабилизировать обстановку в Челябинске и Екатеринбурге. Как сообщил источник издания Урару, в азербайджанской диаспоре Гули в Челябинске платили не только азербайджанцы, но и таджики, узбеки и даже русские, почти все, кто занимается торговлей овощами и фруктами. Только вот если обычные продавцы как вели свой бизнес, так и продолжат, то в криминалитете, который контролирует торговлю, возможно будет передел и разборки.